Бутылка, пробка, люди. Ну все подорожало. Надо рынок расширять, а мы его сужаем. На мой взгляд, проблема гораздо более фундаментальная. Мы по-прежнему встали на пиво и водки. Мы патриоты, кстати, большие. Но вы дрались школу на школу? Там в первых рядах ребята из вашей школы, они драку спровоцировали. Что будем делать? Разбираться или драться? Закон защиты инвестиций собственности, он должен работать бетонно. Если там есть исключения, они должны быть очень гласно объяснены. Вы с нами не разговариваете, вы нам не объясняете. Сидим ждем, когда произведет обыкновенную прозрачную бутылку. А там все уже попилено, это уже очень жестокая зона, кровавые бойни нас лихорадят, как всех из-за курсовой волатильности. Всю твою беду как языком слезнули, там у тебя остается прибыли, там джем на хлеб намазать. Мне важно посмотреть, что государство сделает с этим деньгами. Политика не мое. Слишком сложно. Привет, это Forbes Talk. Я Антон Жилнов. Рад приветствовать вас и нашего сегодняшнего героя в Москве. Максим Каширин, основатель и президент винной компании «Симпл». Максим, добрый день. Антон, добрый день. Рады, что вы в нашем выпуске принимаете участие. Я тоже. Я хотел бы, да, чтобы мы с вами сегодня максимально глобально говорили. Понятно, что у вас свой бизнес, но хотелось бы то, что называется «хеликоптер-вью», да, посмотреть вообще на то, что происходит с алкоголем. Вот смотрите, были потеряны компетенции и технологические цепочки. Это сегодня вышло в РБК интервью главы РАН Геннадия Красникова. Об ученом мире он, понятно, говорил. Но, тем не менее, вот эти потери и технологические цепочки, о которых он сказал, они, наверное, применимы ко многим отраслям, не только к научному миру, да. Там нет конференций международных и так далее. Какие потери у вас, у вашего бизнеса? Ну, таких каких-то драматических потерь у нас нет. У нас, конечно, есть страны, которые наложили эмбарго на торговлю с Россией. У нас есть отдельные решения отдельных, как правило, либо семейных хозяйств, либо хозяйств, принадлежащих большим каким-то институциям, там, страховым компаниям, банкам. Такое распространено на Западе, да. Вот есть решение такого рода хозяйств о том, что они не работают временно. Хотя вот мы сейчас видим тренд уже на возврат. Пошел тренд на возврат, где-то начиная, наверное, с осени прошлого года мы видим, что многие меняют свою позицию и говорят, окей, давайте, давайте, нет, давайте работать. А как это работает? Вам звонят из Италии или из Франции в Винный дом? Вот как просто это на память? Ну, мы же постоянно переписываются так или иначе. Мы все равно там какие-то им новости посылаем, периодически там пишем, там, ну как, ребята, там прошло три месяца, как у вас позиция не поменялась? У нас есть те, кто сами нам написали, что вот вы знаете, у нас был там последний сет директоров или заседание семьи, и мы вот решили, что мы хотим вернуться, давайте обсуждать. Как они объясняют, Максим, что давайте вернемся? Вот тогда как они объясняли, что мы уходим, а сейчас как вернемся? Ну, уходили по разным причинам. Где-то уходили по причинам того, что их заклевывали журналисты, заклевывал как бы их собственный какой-то вот страновой такой фон. Фон, да. Кто-то уходил в силу того, что они боялись потерь на больших рынках, у кого Америка большой рынок, те боялись того, что там, хотя американцам вообще фиолетово, самое смешное, что все хозяйства, которые принадлежат американцам, не американские, там эмбарго, да, а другие не американские, но где владельцы, американцы, не остановились ни на секунду. То есть даже если это Италия или Франция, но владельцы американец, все равно. Вообще вот просто работаем, как работали. Это одно, а мы другое. Бывает так, что семьи думали, что конфликт короткий, что ситуация там какая-то вот такая, потом они начинают смотреть на это немножко по-другому, больше информации, время идет, они начинают понимать, что они теряют рынок. Они же много денег так или иначе вкладывали, времени, сил в наш рынок. Есть какие-то, которые по-прежнему строго стоят четко на позиции, что нет, пока конфликт не закончится, мы не вернемся. Ну, мы к этому относимся с пониманием. В конце концов, у каждого, может, своя позиция, это дело каждого. Вы говорили вот в прошлом году, в декабре, собственно, 23-го года, что к 25-му полностью исчезнет недорогое, но качественно импортное вино. Там в районе 500-700 рублей вино уже нельзя будет купить нигде импортное. И вот буквально на прошлой неделе гендиректор, президент X5 Group дала интервью и тоже сказала о том, что практически вот с полок уже исчезли вина, там до 700 рублей импортное. То есть не к 25-му году, а их уже практически нет. А сначала они заявили, когда я дал интервью, ритейл большой вышел с заявлением, что все это ерунда, чушь, вина полно и вино будет. Нет-нет, теперь признали, что и до 700 рублей тоже ничего нет. Видимо, калькулятор взяли и посчитали. 700 рублей уже ничего нет. Так ли это? У вас тоже исчезло? Ну, исчезает, конечно. Ну, во-первых, это происходит из-за новых пошин, новых акцизов. Это просто физически невозможно, понимаете? У нас ввели минимальную пошину полтора, например, доллара на литр. Соответственно, все недорогие вина облагаются ей как фиксированный. Так, пошлина, например, 20% из недружественных стран. Ну, например, Италия, Испания, Франция. Но есть минимальная полтора доллара. И вот представляете, что это с точки зрения, например, вина, которая в закупке стоит евро 20, например. То есть это практически 100% от стоимости вина пошлина. Она же фиксированная. Плюс сейчас акциз подняли до 108 рублей. Это еще один евро. То есть вы вот как ни крути, просто ты не можешь сложить. Плюс транспорт, плюс одно другое. И плюс НДС. Ну, у тебя просто никакая математика не сходится. Я думаю, что импортное вино будет начинаться... Ну, там, наверное, будут вины по 990, по 900 там... Ну, чтобы до 1000 что-то осталось. Но я думаю, что глобально из недружественных стран. Мы, я думаю, что перешагнем. 1000-ти рублевый барьер. Вот из дружественных стран, из Чили, из Аргентины, что-то еще, может быть, будет. Но, опять же, надо смотреть, как... Там просто количества не хватает. Надо посмотреть, как все равно сложится пасьянс. Понимаете? Потому что это все-таки сельское хозяйство. Это не индустрия, знаете как, вот закупил больше сырья и произвел больше гаек. Это не про это. Повышение акциза в три раза случилось с 1 мая. Насколько это критично? Или все-таки для человека, который покупает вино, это не столь ощутимо, когда он платит за него? Конечно, критично. Но основная масса наших винных потребителей покупает вина до 1000 рублей. Представьте, что у вас был акциз 36 рублей на литр. Остал 108. И иллюзия, что российским виноделам возвращают акциз. И возвращают акциз только если они произвели вино и собственного винограда. То есть, если я действительно собрал виноград, сделал вино, то здесь мне акциз вернули. Если я купил виноград, мне акциз не вернули. Поэтому это отразится на подорожании и у них. Даже если я имею право на компенсацию, все равно я сначала должен заплатить, потом получить. Это все долгосрочные, долгоиграющие факторы, которые на самом деле ничего хорошего для рынка не сулят. И с точки зрения потребителя ничего хорошего в этом нет. И с точки зрения государства ничего умного в этом нет. А для чего это делает государство, как вам кажется? Налоговая нагрузка дополнительная? Или какая цель? Пошлиные 20%? Нет, ну здесь прямая цель это поддержка российского винодела. Российские виноделы обращаются в правительство с просьбой о том, чтобы поставили такие заградительные правила и так далее. Потому что на самом деле у них не хватает маржинальности. Я их понимаю, но просто методы выбраны не те. Вопрос же не в том, что давайте не будем поддерживать российского винодела. Это неправильно. Давайте будем поддерживать российского винодела. Вопрос как? Что мы делаем? Потому что если мы делаем то, что мы сейчас делаем, мы просто обрушаем рынок. То есть у нас при такой цене вместо 6 литров будет дальше 5, потом 4. Чем меньше рынок, тем тому же русскому виноделу будет труднее продавать свое вино. надо рынок расширять, а мы его сужаем. То есть пытаемся сделать его более узким и более дорогим. Это в долгосрочной перспективе не самая умная на мой взгляд позиция. При том, что мы полностью как бы поддержим Ратым за поддержку русского винодела. Просто это надо делать иначе. У нас, кстати, отрасль плохо регулируется. Не очень здоровая. Она очень капиталоемкая и очень долгая по возврату инвестиций. Если вы глянете, в большом винном бизнесе простых бизнесменов нет. Что вы называете простыми бизнесменами? Ну, а кто там простой? Кто владеет крутнейшими хозяйствами? Там нет простых, потому что на это денег нет. Это очень долго. А кто владеет? Расскажите. Титовы владеет, Абрау Дерсов. Все-таки это предприниматели определенного калибра. Абрамович Гайкадзор. Не, ну это ерунда. Абрамович ерунда или Гайкадзор? Нет, Абрамович не ерунда. Гайкадзор слишком маленький, чтобы быть игроком. Это просто хобби. Понимаете? Таких хозяйств много. Хорошо. Ну, мантуров, да, наверное. Не, мантуров тоже мало. Вот сейчас у нас национализировано Кубань вино. Принадлежит государству. Это крупнейшее наше хозяйство. Оно принадлежало тоже весьма себе крупным предпринимателям. Арестову Антипу, по-моему. Соответственно, крупные предприниматели из Челябинска, владельцы какого-то Челябинского металлургического предприятия. Я не могу сказать до конца. Симченко Дивноморья? Вот сейчас я не знаю, кто, но кто-то из вот этого списка, топ Форбс, кто-то Дивноморская креница, кто-то, соответственно, ну, говорят, что ковальчуки. Проект «Мое вино». Это «Новый свет», «Керман», «Массандра». Понимаете? Альма Валий. Это Андрей Леонидович Костин. Соответственно, тоже крупный, скажем так. Игрок. Игрок, да. Вы просто не найдете большого количества средних хозяйств. Вы увидите много микрохозяйств. Там Паша Швец, Гай Кадзор, Мантра. Это все маленькие хозяйства. А, ну, Мрия, например, Сбербанк. Да, ну, правда, оно тоже небольшое. Вот, то коллег первого маленькое хозяйство, вот, Ай Даниэль, сейчас они переименовались, был Шатосан Даниэль. Нету средних хозяйств по 100 плюс гектар, до 500, например, гектар, которыми мы владели, ну, вот, какие-то предприниматели такой руки, вот, знаете, вот, ну, обычной, вот, просто предприниматель. Понятно, да. Там мы, например. Не оттуда. Да, у нас нету. Ни у кого нету. Есть только у достаточно крупных предпринимателей. Даже им тяжело, потому что это очень емкая индустрия, очень долгая. Если вы выбрали землю сегодня, и у вас достаточно много гектар, вы не посеете все за один год. Нужно ее подготовить, вы будете сажать ее, там, в течение пяти лет, потом виноград будет зреть. Ну, то есть, вы начнете что-то делать лет через 10, до чего-то дойдете лет через 25. То есть, представьте, какие горизонты. Конечно, здесь нужна какая-то поддержка, ну, иная. И при том, у вас могут быть не урожаи, холода, град, дожди, какие-то насекомые, которые сожрут. То есть, это гораздо более, ну, такой рисковый бизнес с точки зрения инвестиций, чем строительство какого-то завода. Вот я построил завод, наладил технологию, и вот у меня есть сырье, я, ну, как бы, в спокойном режиме произвожу там, ну, что я произвожу, что бы я ни производил, если это индустриальный продукт, я качество поддерживаю. А здесь мы боремся с природой. И то, что нет среднего бизнеса в этом бизнесе, это проблема огромная, правильно? Ну, не то, что огромная, но освоить все наши территории и сделать винный бизнес российский большим без этого нельзя. Он сейчас большой, этот бизнес? Как вы его оцените? Ну, он уже приличный. Приличный, конечно. Приличный. Но, куда ни глянь, это все более ранние проекты. Мы не очень видим, чтобы кто-то двигался в сторону виноделия с проектами больше 50 гектар. Понимаете? Это, ну, они нужны. Они, ну, просто они нужны, без них никак не будет. Ну, 50 гектар, ну, давайте умножим там на 7-8 тысяч бутылок с гектара, мы получим 40 тысяч бутылок на 140 миллионов населения. Ну, как бы это прям ни о чем. Ну, то есть оно будет продано, и все, понимаете? Нам нужны более крупные хозяйства, которые производят там 2, 3, 4 миллиона, миллион, ну, и плюс, понимаете, да? Я не говорю про гигантов, которые производят огромное количество с 3 тысяч гектаров, например, там, 25, 30, 40 миллионов. Ну, там, правда, Дюрсу, они отчитались же сейчас недавно, там какая-то цифра большая у них очень. Ну, кстати, у нас есть вот это хозяйство Голубицкое, например, оно принадлежит группе компании Белуга, да? Ну, тоже большой игрок, но сам по себе, да? Поэтому я понимаю проблемы, но, на мой взгляд, русских виноделов, но, на мой взгляд, проблемы гораздо более фундаментальные. Мы по-прежнему ставим на пиво и водке. И это не меняется? Пока нет. Знаменитая Тверская застава. Сложно найти в Москве другое, похожее по динамике место, облик которого так стремительно менялся в ногу со временем. Бывший Тверской тракт, ныне Ленинградский проспект, Емская слобода, первые трамваи, часовой завод «Слава», белорусский вокзал, сталинская классика и современная архитектура Белой площади. Все это страницы истории одного района. Сейчас здесь пишется ее новая глава. Представьте себе место, где жилые дома, деловой центр, магазины и прогулочные зоны становятся единым концептуальным пространством. Это новый городской квартал «Слава» от девелопера MR Group и ProGorod группа ВПРФ. Совместное творение именитых отечественных и зарубежных архитекторов. Четыре жилые башни с квартирами спроектировал прославленный архитектор Хельмут Ян, автор знаменитого берлинского Sony Center. По его задумке, башни равноудалены друг от друга так, чтобы не загораживать ни свет, ни вид. Поэтому из панорамных окон каждой квартиры можно будет любоваться как главными московскими вертикалями – Тишинкой, Башиловкой или Меусами. Жилые башни опираются на общий подиум или, говоря на языке архитекторов, Стеллабад. Здесь появятся как общественные пространства, фитнес-центр с бассейном, магазины и рестораны, детский сад, выставочный зал, так и приватные – медиатека, частный кинотеатр, киберпространство, а на верхнем уровне запланирован парк с зонами для йоги и воркаута и детскими площадками. Комфортный подземный паркинг почти на 800 автомобилей решает наболевшую проблему жителей мегаполиса. Еще одна грандиозная задумка создателей квартала воплотится в пешеходном мосте, который соединит Тверской и Беговой районы столицы и станет первым в России общественным пространством над железной дорогой. Узнать подробности и стать владельцем квадратных метров в этом эксклюзивном жилом комплексе вы можете, пройдя по ссылке. Если обобщить, вот поскольку мы с вами первый раз встречаемся за эти два с половиной года с 24 февраля, если говорить про цены на импортное вино или алкоголь шире, то как эта цена изменилась? Насколько в среднем подорожала импортная продукция? Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что если мы возьмем там вина более коммерческие, они, конечно, подорожали поменьше в силу масштаба бизнеса вина более премиальные, элитарные подорожали просто драматически. И подорожали они в основном там, а не здесь. Ну, в смысле, здесь как с этой, там. Ну, там есть инфляция, безусловно, во-первых, надо понимать, что в Европе подорожало все адски. Прям адски. Вот, бутылка, пробка, люди, электроэнергия, газ, дизель, понимаете, ну, все подорожало. Просто вот, просто тотально все. Но это еще началось с ковида. То есть это как бы, это все, там-то следствие ковида, потом пошла волна, связанная с СВО, потому что подорожали энергоресурсы. Ковид, это был очень сложно, транспортный коллапс, потому что все вообще не двигалось. Потом не было газа. Вот представляете, у нас есть поставщик Сан-Бенедетто, воду делает. Ну, вот вы знаете Сан-Бенедетто. В какой-то момент они нам пишут, мы вам не можем отгрузить заказ, у нас нет бутылки стеклянной. Говорю, почему? Говорю, а завод не может ее произвести, газ такой дорогой, и плюс у них нет сырья. Я говорю, и что делать? Сидим, ждем, когда произведет обыкновенную прозрачную бутылку, стеклянную, понимаете? То есть вода есть, а бутылки нет. Вот. И как бы все это подорожало, и на масс-маркете, за счет того, что ты можешь там как-то на объемах, ну, там, ужаться, я думаю, что процентов уже 15-20 все подорожало, то на топовых винах там просто спрос предложений, во-первых, очень сильно диктует, ковид стал когда уходить, рынок стал обратно возвращаться, туристы снова поехали, снова движ пошел, и снова все закрутилось, рестораны ожили, ну, и как бы пошла тяга опять. И многих хозяйствах, видимо, подорожание 25-30-40 процентов. Ну, а мы просто транслятор. Да, потом у нас очень сильно выросла логистика. То есть, глобальность или наши проблемы? Это логистика. Начало СВО это глобальный коллапс логистики, потому что она вся через Европу, она вся фурами, соответственно, весь процесс сразу осложнился, не говорю про платежи, я не говорю про то, что мы лишились всех международных финансовых инструментов, они были практически бесплатные, сейчас мы их заменили на рубли, а при нашей ставке ЦБ рублики весьма дорогие. Вот. И поэтому, ну, представьте, например, да, что если раньше, условно, компания могла занимать под 10-12 процентов, сейчас компания занимает под 18-20. И раньше мы использовали одну треть от того, что мы сейчас используем, потому что две трети мы закрывали, ну, как бы, отсрочка от поставщика, аккредитив, страховка там, да что угодно. Ну, как только началась вся история, даже наши самые ближайшие поставщики к нам, вот, ну, кто с нами работает много лет, сказали, ребят, мы продолжаем, мы все делаем, но мы не можем рисковать, пожалуйста, предоплата. Представляете, какой объем денег нам пришлось, как бы, влить, как бы, в бизнес, потому что раньше, ну, он просто был не нужен. Как вы с этим кризис-менеджментом справились? Успешно, но мы же умные и опытные. Ну, такого опыта у вас не было. Да у меня такого только не было, поверьте. В ковид был еще хуже, транспортный коллапс. Как сейчас выглядит логистика? Вот, предположим, те, кто с вами работает. Как раньше? Я о них тоже спрошу, вот Европа, там, главная винодельня, там, средиземноморские. Антон, как раньше? Ничего не поменялось. То есть вы, например... Просто медленно и дорого. Но вы везете вино в Россию прямо, прямиком из Европы, как это возможно? Да. Это же не товар под санкциями. Да, но тем не менее, мы понимаем, что были сильные ограничения даже не на те товары, которые находятся под санкциями. Но уже это рассосалось. Основная проблема какая? Это сокращение числа пунктов пропуска. То есть окно сужается. То есть через Финляндию не везете? Через что везете? Мы везем через Прибалтику, через Беларусь, через Польшу. То есть стало меньше этих пунктов пограничных? Да, да. Очереди, соответственно. Очереди цены. Потому что машина стоит, машина утилизируется медленно, стоит дороже. Пошли потом запретили дозволы. Мы не можем ехать туда, они не могут ехать сюда. Но дозвол, как бы дозволение, документ, разрешающий проезд. Значит, когда их запретили, пошли перецепки. То есть я заезжаю из Польши на польской машине, ну там условно на какой-то европейской машине, попадаю на таможенную площадку, как бы я заехал, но чуть-чуть. И я перецепил прицеп, подъехала белорусская голова, ну то есть машина, перецепила прицеп, переоформляются документы официально, и прицеп белорусский потащил. Потом запретили перецеп частично, надо делать перегруз. Заезжает машина, открывает борта в присутствии там соответствующих служб, перегружает уже не в голову, а в такую же машину, палеты. Ну вы смотрите, сколько сложностей, это все деньги. То есть это все деньги, это люди, это темп, очереди большие. Потом идет борьба просто за пустые машины, просто их не хватает, потому что не все хотят связываться, а сейчас главные конкуренты это федеральные сети, они очень большие импортеры всего, что только можно. Они высасывают все подряд. Максим, поскольку нет свифта, да, ну в России, то каким образом вы все эти финансовые транзакции с Европой проводите? Ну есть банки, есть банки, которые работают все еще, это в основном банки западные. Мы работаем с западными банками, которые в России с Райфайзеном, с Сантеезой, с Инни Кредитом. То есть есть банки, которые все еще работают. Я там не знаю деталей, как они там это делают. Был сложный комплайнс, это тоже была для нас большая история. Мы в какой-то момент встали, потому что когда они поняли, что вот такая, ну ситуация вот такая, пошли пакеты санкций, там и так далее, нас остановили наши банки западные, сказали, слушайте, так, давайте-ка стоп. Не можем. Да, у нас вот есть команда, мы должны, значит, все остановить и всех перепроверить. Ну что бизнес не связан с двойным назначением, что у нас нет другого бизнеса в области, там, не знаю, какой-то там, близкой, так сказать, к вооружению, там, или еще к чему-то. Что вы не подаете вино на банкеты с участием президента России. Слушайте, мы сами ничего никуда не подаем, а куда подают наши клиенты, дистрибьюторы, мы же не знаем. И потом, сейчас это бред какой-то. Ну, по мне, так это просто, ну, бред. Что значит там, подает, не подает, там, это, вы производите продукты питания. Кто там их... Ну, Пригожин вот подавал, Конкорд, обслуживал кремлевские банкеты. Не знаю, если он не был знаком. Его компания попала под санкции одной из первых. Ну, слушайте, ну, вот это у нас, это всегда на Западе была иллюзия, что вот мы сейчас вот этих людей как-то ограничим, они на что-то повлияют. Они реально там, видимо, не понимают, что у нас сегодняшка не так устроена. Как потом отыгрывалась эта ситуация? Ну, потом они сделали комплайнс, они сделали комплайнс. То есть они проверяли вас, Они проверяли нас, посмотрели. Вот Каширин, Симпл. Да, Каширин, Корнеев, значит, что у них есть? Да. Там, ага, в каких партиях они состоят? Ни в каких. Ни в каких. Этого нет, этого нет, этого нет. Они не политикally exposed people. Там, ну, и так далее, да, то есть посмотрели, подняли, все у себя, сказали нам потом, окей, ваша группа компаний прошла комплайнс, мы восстанавливаем вам платежи, как было. И все снова пошло. Ну, и просто они вернулись, и мы продолжили платить. Ну, то есть это редкое счастье, наверное, сегодня в России напрямую работать с западными банками, как у вас, да? я думаю, что все те, кто работал, как мы, то есть это заново открыть счет, и вот выйти сегодня, да, это прям невозможно. Да, а все те, кто уже годами, нам же вот в этом году 30 лет, поэтому... Вас там знают? грубо говоря, все банки, у нас же, ну, трек-рекорд очень большой, поэтому, когда они комплайнс стали делать, они смотрели на историю, как долго компания работает, там, и вот такие, как мы, я думаю, все прошли. Вы, ну, никогда не тяготели, там, в какую-то большую игру вступать, в политику, в опыт кремлевских. У нас такой бизнес, какая большая игра? Ну, не знаю, вы же могли как-то расти в сторону... Я не умею. Больших ребят? Я не умею, не люблю это. Не нравится? Не нравится, политика не мое. Слишком сложно. Вас звали? Ну, когда-то давно, очень давно. Знаете, я прошел эту стадию, будучи студентом, я был и комсомольцем, начином партии, и был даже зам секретаря Комсомола всего института по идеологии в конце 80-х, поэтому, я тогда уже посмотрел, я был доверенным лицом у кандидатов-депутатов на самом первом в съезде народных депутатов. То есть, я как прикоснулся к этой всей истории, так немножко посмотрел, мне было 22 года, так офигел, мягко говоря. Вот, понимаете, это не мое, потому что я не очень умею к такого рода общению подстраиваться. Я более простой человек с точки зрения общения, я более правилинейный. Это может быть даже плохо где-то, мои сотрудники, наверное, страдают от моей правилинейности иногда, но это то, какой я есть. А политика, она требует не только ума, она требует тонкости общения, понимаете. Я много читал об этом, естественно, много в психиумных книжках и так далее, но моя личность, она другая, я с этим сделать ничего не могу, я, скорее всего, буду там чужой. Ну, нет смысла идти туда, где ты будешь чужой. В бизнесе все очень понятно. Вот же цель, ну, вот же цель, вот же идея. Ну, ты же за нее работаешь, ты же не работаешь против нее. Ну, или там, типа, декларируешь одну идею, а работаешь, как бы, на другую. И, ну, ты просто по-другому не можешь. И когда ты попадаешь в эти, как бы, круги, ты до конца не понимаешь, где цель, ты не понимаешь, как бы, почему цель тут, а все идут сюда, почему цель тут, вроде все идут сюда, а другие вообще туда. Ну, то есть у тебя как-то вот этот пассианс, очень тяжело ложиться. Но, тем не менее, вы большая компания. Большая. Понятно, что... Мы патриоты, кстати, большие. А что вы в патриотизм вкладываете? Мы любим свою страну, любим свой народ. Мы считаем, мы считаем, что мы должны оставить свой след здесь и сделать максимально то, что мы можем для развития экономики в своей стране, для образования новых людей, для формирования каких-то новых людей. просто знаете, сейчас патриотизм все-таки трактует иначе. Вы, как бы, старые волны патриотизма придерживаетесь, или вот... Какой старые волны? Ну, нынешние, это СВО-патриотизм. Мы это видим, это ЗЭТ-патриотизм. Понимаете, какая история? Ну, я, наверное, комбинация, потому что я и новый, и старый. Я прекрасно понимаю, что старый патриотизм на самом деле очень крутой, так или иначе, если он правильный. Ну, старый, он просто менее идеологизированный. Да, он такой более фундаментальный, более настоящий. Понятно, и мы все в этом смысле патриоты. Да, более настоящий, понимаете? Потом, как вам сказать, в какой-то момент, когда... Ну, вы дрались школу на школу? Нет, но... Вот, я дрался. Знаю. Давайте представим, вы деретесь школу на школу. Я видел. Сейчас, вот вы деретесь школу на школу, да? И, например, там в первых рядах ребята из вашей школы, они драку спровоцировали. Что будем делать, разбираться или драться сначала? Ну, если вы политик, то, наверное, разбираться. Да нет, уже драка идет все. Уже Мочилова. Так. Ну, значит, будем драться. То есть, вы мировую политику к этому? Нет. Если твоя страна во что-то ввязалась, она куда-то двигается, скажем так, ты можешь это принимать, можешь не принимать, дело твое. Но я считаю, что в такой ситуации отворачиваться от своей страны глупо, и вообще это очень странно. А критиковать страну можно? Это нормально. Нормально. Но почему сейчас это нельзя? Смотря как. Ни вам, ни вашим коллегам, ни нашим коллегам. Знаете, мы спокойно обо всем дискутируем, у нас нет проблем. Но мы не публичная компания, я не спешу на телевизор, и я как бы здесь не вижу сложностей, понимаете. Но это сложная политическая дискуссия, я не хотел бы в нее уходить, ее развивать. У меня есть своя собственная позиция. Я живу в этой стране, дети мои в этой стране, я хочу жить в этой стране. Я верю в эту страну и считаю, что это прекрасная страна. Она не без проблем. Она, так сказать, не всегда идет, куда надо. Но это моя страна, моя родина, здесь мои предки. С кем у вас из власти хорошие отношения складываются? Потому что понятно, что в России вести бизнес даже подобный вашему, невозможно без все равно каких-то контактов. Ну, если не в Кремле, там и в администрации президента, то там как минимум делом доля. Я думаю, что в Кремле только что слышали про нас. Нет, не шутите. За чешное слово. Знаем, что знают и любят многие приезжать к вам и закупать. Я рад, но я никого не знаю. Я не рекламу делаю, я просто это знаю. Я никого там не знаю. Ни одного человека. Ну, вы понимаете, вот там есть у вас там сеть. Я общаюсь с правительством, смотрите. Вот, просто кто ваш контрагент на той стороне? Ой, ну все, кто занимается регулированием. Нас курирует Минфин. Я общаюсь с Минфином, потому что это наш регулятор. Я общаюсь с Росалкоголем, это наш регулятор, который под Минфином. Мы общаемся с таможенной службой, потому что это наш регулятор под Минфином. Мы общаемся с налоговой службой, потому что мы крупная компания, нас переводят из инспекции, в инспекцию мы внедряем налоговый мониторинг. Мы там прозрачная компания, взаимодействуем с ними. ну, тут это нормально, понимаете, да? Мы взаимодействуем там частично, но все-таки я вице-президент опоры России, много занимаюсь регулированием алкоголя, я взаимодействую там с государственной думой в части там каких-то регуляторных аспектов, понимаете, вопрос не в персоналиях, вопрос в том, как ты выстраиваешь отношения, когда ты выстраиваешь отношения конструктивно, и твоя критика умна, и она обоснована, к тебе нормально относится. Когда ты начинаешь какие-то огульные вещи говорить, ну, это не очень работает. Правительство достаточно профессионально, владеет цифрами, все наши дискуссии упираются в конкретные расчеты, в конкретные процедуры, правила, последствия, которые все, ну, там, логичные и так далее, никто не занимается эмоциями. Да, но вы же понимаете, все равно в наших обстоятельствах, и мы это видим, да, приватизации новой как бы официально нет, деприватизации нет, но если кто-то согласно актив ваш или вашего друга коллеги положит, то достаточно этому процессу не просто сопротивляться, и мы знаем уже активы, которые изымаются, либо в пользу других владельцев, либо в пользу государства, вот эта макаронная фабрика Маква. Ну, это парадокс, я хоть и предпринимателю все это не одобряю, да, я считаю, что... Ну, было бы странно, да. Ну, вообще, как бы закон защиты инвестиций и собственности, он должен работать бетонно, да. Если там есть исключения, они должны быть очень гласно, очень гласно объяснены, да, потому что, ну, нет дыма без огня. Знаете, как, помните, как Жеглов говорил, наказаний без вины не бывает, не надо было пистолеты разбрасывать, понимаете, то есть, как бы, там у Маква своя история, у кого-то еще какая-то своя, вот, проблема в другом, в том, что вы с нами не разговариваете, вы нам не объясняете, вы с нами не говорите, мы, конечно, напрягаемся, ну, бизнес, что у кого-то что-то отбирают, понимаете, потому что, ну, объясните, пожалуйста, какие-то правила есть ли или что? Ну, сейчас вы лезете в приватационные сделки 90-х, ну, я думаю, там у каждого второго какая-то проблема, потому что ваучерная приватизация, это, ну, априори была такая, ну, как бы, полукриминальная по реализации модель, то есть, ваучер это напечатали честно, раздали-то их честно, а дальше, что с ними стало, это уже, ну, как бы, отдельная история, я прекрасно это все помню, потому что это все было при мне, я был тогда как раз молодой предприниматель, слава богу, я ничего не приватизировал, вот, поэтому... Ну, вы чувствуете себя в стране защищенным с точки зрения бизнесмена и предпринимателя, вот владея довольно приличным активом? И да, и нет, конечно, я чувствую себя защищенным в какой-то степени, в какой-то степени не очень, потому что на самом деле является, самой большой защитой является, ну, независимая объективная судебная система, да, которая, где ты понимаешь, что что бы ни случилось, вот, блин, закон, и будет все по закону. Здесь, конечно, есть свои сложности с этим, и это, конечно, я думаю, для всех вопрос, но, понимаете, жить вообще, как бы, не сильно полезно, мы все умрем, поэтому, если мы так будем рассуждать, то ничего, как бы, вообще так позитивного не будет. Делай, что должно и будет, что будет, как бы, это, ну, ты выбираешь свой путь и просто по нему идешь, вот, и вот и все, ну, надо, надо правильно общаться, правильно строить свой бизнес, не знаю, нам нравится, мы увеличены, вот, мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. За все эти годы, что мы занимаемся, за 30 лет у нас были какие-то предложения о покупке, были какие-то ситуации, ну, они никогда не переходили там какие-то там границы. И я так понимаю, что сами вы, у вас нет и не было планов, там, продавать. Пока нет. Бизнес, что вы им по-прежнему болеете, увлечены и хотите его дальше масштабировать, да? Ну, пока есть силы, пока есть интерес, пока есть желание, да, да, нам нравится. Максим, если вернуться к вину, мне интересно про товары, которые находятся под санкциями, это люкс, так называемый, да, то, что свыше там 300 евро. Поскольку у вас все равно это вино, мы видим, продается, ну, и везде продается больше 300, то есть вы можете купить роскошное шампанское. Нет, ну, продажная цена больше 300, это окей. В закупке. Мы говорим про закупку, и вину же осталось очень мало. Да, но тем не менее, как вот с этим сегментом, который под санкциями вы работаете? Параллельный импорт. То есть ищутся маршруты, которые не нарушают санкции, потому что, ну, прямые продажи запрещены. Ну, у нас же в стране много чего продается из того, что, по сути, стоит на эмбарго. Вы можете и немецкую машину купить, и какую-то другую. Как-то все это привозят. Просто она стала стоить, как квартира. Да, что делать? Вот, и поэтому, ну, да, это как бы сложная история. Там еще и трактовка разная. Что, поднимать, под люксом? Ну, да, на границе, допустим, 300 евро за вино трактуют так, а 300 евро за коньяк трактуют иначе. Начинают там пересчитывать на градус, и в итоге коньяки пострадали очень сильно. То есть, у них ценовое ограничение гораздо более серьезное, чем у вина. То есть, вина просто 300 евро за бутылку, 0,75, 225 евро за бутылку. А у коньяка пошли в пересчеты, там, по-моему, 85 евро ограничение. Ну, это прям совсем. И плюс пограничник какой-то, таможник там еще может. Например, там Швейцария вот так трактует санкции, а Евросоюз вот так, а Швейцария не в Евросоюзе. Ну, то есть, вот там очень много есть нюансов, которые на самом деле не делают этот режим единым и гомогенным. Он такой немножко избирательный по-прежнему. А вот эти страны через параллельный импорт, это какие сейчас в основном? И с какими вот есть сейчас сложности именно финансовых расчетов? Знаете, я не знаю, потому что мы с ними не работаем. Если мы где-то и пользуемся услугами, то мы пользуемся услугами компаний, которые, по сути, делают импорт в Россию сами. Мы у них покупаем уже все растаможенное. Мы не хотим с этим связываться. Если все-таки понять, что такое санкционный товар в смысле вина, то эта бутылка должна сколько стоить в России? 30 тысяч рублей? Нет, ну, больше гораздо. Вы что? Она только в закупке. Ну, ограничение 225 евро. Значит, вы сюда прибавите 50% пошлин, там, всего остального, НДС и так далее. Вы получите уже почти 350 евро. Плюс прибавься на оценку, ну, это почти по тысячу. Максим, вот в России винный ритейл, насколько это сейчас конкурентная ниша? Объясню, что я имею в виду. Вот, опять же, есть там X5 Group. Да, они там являются самым, ну, крупным, объективно импортером вина, там, ну, на момент 23-го года точно. Да, разного сегмента. При этом вы принципиально, вот, ну, как бы ваш бизнес, он очень... Он в другой сфере чуть-чуть. Да, при этом вы не считаете сами себя премиальной компанией, работающей только с элитой. Вы довольно широкого спектра компания. Но при этом, при этом, да, вот как вы выдерживаете конкуренцию с тем же X5 Group? Ну, человек скажет, зачем мне там искать... Но мы с ним не конкурируем. А с кем тогда? И почему с X5 не конкурируете? То есть человек, который пошел за вином в перекресток, как вам, это принципиально разный покупатель? Ну, не совсем. Дело в том, что X5 и подобные компании, там, Магнит сам привозит, Красное, Белое, они привозят эти большие игроки, что логично, привозят те товары, которых они в первую очередь нуждаются в самых недорогих ценовых сегментах, где каждый рубль на счету. Но там вы с ними не можете конкурировать вообще, потому что это очень лаконичные по составу, людей, подразделения, такие высушенные, которые занимаются импортом, там, не знаю, там, 50 номинований, 100 номинований. Да, у них нет ни маркетинга, там, ничего. Это очень эффективные подразделения, которые занимаются закупкой, доставкой, там, и так далее. Ну, такая солдатская немножко структура. Ну, это нормально. Они большой продавец. Они себя обеспечивают каким-то объемом продукции по минимальным ценам через это. Но никто не может конкурировать. Мы не можем дать эти цены. Это просто невозможно для нас. Для нас это работа в убыток. Зачем это надо? Вот они закрывают часть большого ассортимента так, а остальное где-то добирают. Вот там, где добирают, что-то мы поставляем, что-то другие поставляют. Но есть же и другие форматы. То есть, как бы, рынок алкогольный, он там от каких-то жестких дискаунтеров и пошел-пошел вверх. Мы где-то вот в верхнем сегменте, там, мы работаем. Мы конкурируем с супермаркетами, с какими-то магазинами у дома конкурируем. Частично можем конкурировать с какими-то винными магазинами, типа, там, Винлаба или Ароматного мира, там, и других. Потому что мы там частично пересекаемся, да. Ничего там страшного я не вижу. У них там свой ассортимент. У нас немножко свой ассортимент. У потребителей есть выбор. Люди приходят, смотрят. Мы учимся быть ритейлерами, понимаете. У нас всего 100 магазинов. Мы не умеем быть ритейлерами до такой степени, до какой еще не научились, до какой уже умеют наши коллеги, у которых там 300, 400, 500, 1000 там. Понимаете, и больше магазинов. Мы с красным и белым даже не собираемся, как бы, обсуждать. И потом, вы говорите, почему туда вы не идете? А там все уже попилено. Это уже очень жестокая зона. Такой кровавой бойни, где все... Скола на сколу? Ну, даже хуже. Даже хуже. Ну, потому что, смотрите, 18,5 тысяч красных-белых. Вау. Да, там 20 тысяч там, не знаю, там, х-пятых там, ну, в совокупности, по-моему. Сколько это в магните? Ну, вы представляете, какая махина? Ну, то есть, это уже там их там 60 тысяч магазинов, только у трех сетей. Там, еще растут ребята, у которых там 2 тысячи, там, 3 тысячи, там, и так далее. Ну, то есть, ну, они примерно бьются с одного потребителя. Ну, туда уже там просто не залезть. Да? Но есть другие потребители, которые смотрят на товары другого рода, которых там нету, и не должно быть их там. Все-таки вы все равно работаете с премиальной аудиторией. Аудиторией из... Я все время говорю, что мы не только премиальная компания. Не только. Но мы не являемся компанией массового типа. То есть, мы предлагаем вина, все-таки начиная с определенного уровня цены, тем людям, которым интересно подняться куда-то выше, чем тот уровень, где они были. И где продавец будет в фартуке. Не только в продавце в фартуке. Понимаете? Это вопрос в том, что ты попадаешь немножко в другое качество вина, немножко в другой выбор, немножко уже совсем в другой уровень консультирования и вообще работы с тобой. Потому что в супермаркете с тобой никто не разговаривает. Ты приходишь, ну, выбираешь там как-то там и так далее. Вот. Поэтому это нормальная эволюция. Понимаете? Я к этому именно так отношусь. То есть, мы вот где-то на вершинке этой пирамиды, где внизу вот там ребята, где вот огромный рынок, огромная масса, миллионы людей. Вот эти вот красное-белое, X5 там и так далее. Они, их аудитория, ну, это там сто плюс миллионов человек. Представляете? То есть, это вся страна. Ну, у нас и близко нет такой аудитории. А вы скажите, не хотели, я понимаю, что у вас нет, вы не хотели вот масштабировать свой бизнес в эту сторону? Да. Мне просто интересно ваше личное центро. Это ритейл. Я не ритейлер. Они ритейлеры. Я-то нет. У них другая профессия. Они в ней суперкрутые. Что мне там делать? Чтобы меня порвали на части? Ну, как бы, это совершенно бессмысленно. Я специалист в другом. Я разбираюсь в другом. Я этим занимаюсь и хочу этим заниматься. Да. А как вы себя определяете? Мы все-таки профессиональные винные торговцы. Мы эксперты в вине, в шампанском, в крепких напитках и так далее. И мы хотим заниматься этим. Быть импортерами и дистрибьюторами этой продукции. Мы не хотим быть ритейлерами. Понимаете, это вот как как только вы чем-то увлекаетесь, да, вот вы помните, мы с вами там, допустим, ну, такой самый банальный пример приведу. Когда мы с вами были, ну, я не знаю, были ли вы, я-то был советским школьником. Я тоже был. Да. У меня не было носков для тенниса, для горных лыж, для хоккея. У меня были просто носки. Бабушка связала, и они были на все случаи жизни. И не было у меня там кроссовок для разных видов спорта там и так далее. Но сейчас, когда ты чем-то увлекаешься, у тебя появляется специализированная розница, заточенная на тебя. Ты велосипедист? Бум-бум, на, иди вот в велосипедный магазин. А что, нельзя там купить просто в каком-то там спортивном магазине? Не, нельзя. Носки специальные, трусы специальные, майки специальные, перчатки специальные, бутылки там. Ну, понеслось. А, ты хоккеист? Хоккейный магазин. И понимаете, и таким образом как бы человек, который к чему-то приходит, как к какой-то теме его интересующей, он ищет этот магазин. Хоккейный, горнолыжный, велосипедный, фотомагазин. Понимаете, вы можете пойти в МВиде и купить фотоаппараты. Но если вы хотите купить серьезную фототехнику... Ну, это такой будьковый подход. Ну, профильный. Ну, естественно, поэтому у нас 100 магазинов. А не 100 тысяч. Ну, какие 100 тысяч? Нам даже тысяча магазинов не нужна. Про ваши деньги. Ну, про деньги бизнеса. Про выручку-прибыль. Какая сейчас ситуация с выручкой и прибылью? Насколько это все просело в 22-м году? И насколько сейчас вы к до... времени сумели вернуться или нет? Ну, не просело, на самом деле. Вообще у нас немножко такая ситуация нестандартная. У нас финансовый год с июля по июль. И поэтому, когда началось СВО в феврале, мы уже полгода очень хорошо отработали. Причем главные полгода. Самые жирные полгода. Вот. И поэтому, когда все это случилось, мы просели в марте-апреле 22-го года. В мае и в июне немножко уже выпрыгались. И в целом год выросли к прошлому. Потом начался год июль 22-го, июль 23-го. Невзирая на то, что была мобилизация, из-за того, что курс весьма сильно укрепился рубля, и цены были достаточно комфортными, нам удалось тоже там немного, но вырасти. Там порядка 12%. Вот. Сейчас по прошлому году, вот сейчас мы заканчиваем через месяц наш финансовый год, мы ожидаем прирост к прошлому году в 35% в деньгах. К сожалению, по прибыли нас лихорадят, как всех, из-за курсовой волатильности, потому что ну как будто ты там просто не можешь успевать реагировать. То есть нас так потрясло. Сначала в страшные убытки, потом в прибыли из-за того, что курс укрепился. Ну то есть где-то на среднем получилось там ну по прибыли неплохо. Цифры вы не называете? Ну мы стараемся называть цифры, да. Но ничего выдающегося. Вы знаете, я не могу сказать, что мы зарабатываем какие-то деньги, выходящие там за какие-то прям разумные границы индустрии. Вот. То есть мы, чистая прибыль у нас выражается там процентами от оборота. То есть это там три, четыре, пять процентов. Там шесть. Это ничего великого. Мы все-таки не майнинговая компания. Мы ничего не доработаем. Из недр мы не достаем ничего. У нас ебеда там ну там десять, двенадцать, девять. Зависит от того, как конкретно сложен год. Понимаете? Потому что бывает, что хорошая ебеда, а потом у тебя вот проценты по кредитам, по высокой ставке ЦБ, всю твою ебеду как языком слезнули, там у тебя остается прибыль и там джем на хлеб намазать, вот и все. И ничего нету, понимаете? Вот. Но надо понимать, что ты все равно же работаешь, ты не работаешь по принципу так, я год сработал, что делаем, продолжаем или расходимся? Как бы для тебя это процесс, когда течет? Ты начинаешь понимать, а окей, я вот этот год прожил так, значит, я делаю вот это, то есть это все как бы постоянно, постоянно, постоянно идущее, ты просто с этим управляешь, ты думаешь, смотришь, но зависит от твоих убеждений, кто-то косты режет, мы куда-то инвестируем, пытаемся развивать продажи, пытаемся быть более эффективными, более активными. Куда вы сейчас инвестируете? Ну, главное, интерес. Я так понимаю, рестораны? Не-не-не-не, не упаси, господи. Рестораны нет? Не хотите захватиться? Упаси, господи, у нас Гран-Крю есть, и спасибо, до свидания. Ну, только Гран-Крю, и все. Закрыли все проекты свои, мы инвестируем в винотеки, мы инвестируем в создание новых продуктов, новых брендов. Почему рестораны нет? Это очень специальная индустрия, я понял, что в ней нужно быть мегапрофессионалом, чтобы быть в ней успешным. Заниматься неуспешной как бы деятельностью нет никакого смысла. Мы зарабатываем в Гран-Крю, ну, например, там что-то типа меньше миллиона рублей в месяц. Ну, это просто такое место, где вы можете прийти и окунуться в атмосферу, попробовать кучу разного вина, поговорить с классными сомелье, с кавистами, какой-то получительный. Ну, то есть для вас это такой салон? Ну, это такое место, место винногострия истономической силы. Мы, понимаете, мы в отличие от других рестораторов, никого не хочу обидеть, у нас рестораторы, на самом деле, крутые и профессиональные, но они нацелены на зарабатывание денег, что правильно, что правильно, потому что они занимаются этим бизнесом. Мы не нацелены на зарабатывание денег, потому что в Гран-Крю, потому что это не наш корневой бизнес. Мы не хотим иметь убыточный бизнес, потому что это какой-то не бизнес, а какая-то странная штуковина, вот, что-то типа хобби тогда, да, но для нас нет совершенно никакой задачи зарабатывать какие-то большущие деньги, поэтому мы можем себе позволить вещи, которые немножко выпадают из контекста такого классического ресторанного бизнеса, поэтому у нас там, ну там, не знаю, там очень дорогая кухня, например, если размерно может быть вложено, там, там, что-то еще, там, бокалы дорогие, ну, потому что нам, блин, все равно, мы на этом не собираемся озолотиться, да, а вам, как клиенту, это приятно, вы пришли, такой островочек чего-то там на патриках, вот. А у вас миллион рублей прибыли есть в месяц, да и ладно. Да вы знаете, этот ресторан все еще инвестиции свои возвращает, одна кухня стоила 40 миллионов, поэтому там еще им отдавать и отдавать. Налог на прибыль, который тоже повысили, 25 процентов, теперь, насколько вот это удар для вас? Ну, слушайте, повышение любых налогов это неприятно для предпринимателя и для любого человека, поэтому вы, ну не знаю, кто-то радуется? Не знаю. Мне кажется, таких людей просто нет. Но вы же не наживаете это все вместе, я имею в виду все эти повышения, налогом на справедливость. Ну, с точки зрения НДФЛ, я считаю, это вполне справедливая схема. Ничего в ней нету несправедливого. Ну, мне, конечно, неприятно, я попал там под ставку 22, ну, как бы, ну что делать? Но, это же не 47, не 53, как в других странах. Понимаете? Это первое. Второе, мне важно посмотреть, что государство сделает с этими деньгами, куда они пойдут, потому что государство это такой же инвестор, который инвестирует в страну, которая управляет. Вы можете инвестировать в образование, вы можете инвестировать в медицину, вы можете инвестировать в семью, вы можете там инвестировать еще во что-то. Вопрос, куда вы будете инвестировать эту огромную тучу денег, что вы соберете с НДФЛ. Там большая сумма будет. Но мы же понимаем, куда сейчас. Не знаю, я не понимаю. В оборонку. Ну, слушайте, я вот, задайте Антон Германовичу этот вопрос, он вам ответит. Нет, он так и ответит. Вот. Потом, налог на прибыль, НДФЛ, значит, что единственное меня смущает? В стране все еще не очень высокий экономический рост. Страна нуждается в инвестициях. Да, вы немножко отбираете деньги у самого экономически активного населения, потому что это люди, которые получают высокие зарплаты. Они куда-то их тратят. Они тратят их, во-первых, на потребление, двигая всю экономику, покупая продукты там, неважно. Они с избытка какого-то, который остается, у кого есть, инвестируют. Кто в акции, кто в облигации, кто в какие-то микробизнесы, кто еще куда-то. Ну, то есть, они что-то с ними делают. Тоже хорошо. Вы немножко сейчас их подсушиваете. Вопрос в том, как это будет в итоге по совокупности. Налог на прибыль то же самое. Между 20 и 25 разница небольшая. Хорошо. Немножко меньше будем инвестировать. Немножко меньше будет оставаться у нас денег. Хорошо, что не подняли налог на дивиденды, потому что дивиденды являются как раз той частью денег, которая наиболее реинвестируемая. Потому что, как правило, человек, живущий на дивиденды, ну, вернее, получающий, что-то он еще там где-то работает, зарабатывает, неважный дивиденд для него, это там, ну, какая-то важная компонента, которую он куда-то вкладывает. Поэтому там налог остался плюс-минус нетронутым. То же самое вклады. И это хорошо. Я понимаю контекст, я понимаю, что, возможно, в текущем моменте без этого было не обойтись, но мне пока кажется, что эта мера достаточно сбалансированная в том плане, что она не подрежет крылья сильно у вот этого экономически активного населения. Потому что самая проблема-то была вот в этом, понимаете, потому что ну, как бы мы все играли когда-то в компьютерные игры симулирующие, да, управляли городами, управляли какими-то объектами, да, в стратегиях. И ты всегда должен был понимать, где твои регуляторные действия убивают, а где развивают. Понимаете? И поэтому вот это, вот эта история, она очень важна. Важно сохранять возможность для населения инвестировать в собственную экономику. Поскольку сейчас инвестиции на Западе очень сильно усложнились, люди так или иначе все равно смотрят на свою родную страну и ищут какие-то возможности. Поэтому ну вот сказать, что это очень плохо я не могу. Понятно, что любое повышение налогов никогда не радовало никого. Да, и думаю, что и у вас тоже, если вы получаете заработанную плату, вот, но с точки зрения того, как они сделали, в целом я удовлетворен, потому что это, ну, такой очень аккуратный ход и мне нравится, вот наш диалог с Минфином, например, он очень профессиональный всегда. То есть мы, когда с ними разговариваем, они всегда считают, они всегда пытаются протянуть во времени последствия, то есть просчитать их, посмотреть на это очень досконально. Сейчас эта дискуссия вот об этих пошлах двухсотпроцентных, как раз мне понравилось, что замминистра Алексея Сазанов как раз дал вот этот комментарий, что давайте сначала разберемся, как повлияет акциз, давайте глянем, ну, потому что это правильно, давайте глянем, давайте, ну, куда торопиться. Поэтому, на мой взгляд, решение по налогам такое сбалансированное и не самое драматическое. Человеческий такой вопрос, даже, наверное, который лежит в области психологии. Как ваш потребитель вот за эти там два с половиной непростых года, да, изменился? Он стал больше пить и спрос на крепкое больше поднялся? Или как, как, как вы видите своего клиента вот на протяжении этих последних двух с половиной лет? насколько он поменялся и что выбирает? У нас стало их сильно больше и поэтому там микс меняется, даже трудно сказать. Пить стали больше? Вот по-вашему? Судя по статистике страны нет, глобально, да, пьют ли больше наши, но мы мы растем в количестве бутылок в продаже, но мы и в клиентах растем. Я думаю, что с точки зрения на клиента вряд ли больше сильно. Вот. Цены еще выросли, клиент стал, конечно, более осторожный. Да, есть там определенная очень healthy какая-то прослойка, которая там плюс-минус все равно, да, но основная масса людей все равно думает, смотрит на цены, пытается удержаться в каком-то своем ценовом диапазоне, да, там, если я пью там вино за 3000 рублей, а сегодня не стоит 4000 рублей, значит, я там, кто-то остается в 3000 рублей и пьет вино, которое раньше было, например, там, 2500. Его больше стали покупать? Не думаю. С точки зрения покупки на одного человека, не думаю. Я не вижу ничего, что говорило бы о буме потребления на единицу. А стало ли российское вино популярным, востребованным? Конечно. Оно стало, оно стало, ну, во-первых, оно стало популярным уже давно и интереснее ему появился уже лет 10 назад, вот как Крым вошел в состав Российской Федерации, соответственно, вся вот винная история заиграла совершенно другими красками. Это все уходит туда, вот, потому что, ну, это вообще классическая винная территория. Всегда была. И она ассоциируется всегда. И ассоциировалась всегда. То есть подъем российского вина вы связываете с Крымом в 2014 году? Я связываю не подъем, а такой суперфокус к нему, что простимулировало очень сильно подъем. Да, потому что Краснодарский край до этого, ну, там что-то делали уже, там давно уже хозяйства были. И он тоже винодельческий, просто, скажем так, может быть, менее исторический винодельческий, да, у нас винодельческие хозяйства и в Ростовской области были к тому времени уже, да, но Ростов никогда не был какой-то великой винодельческой территории. Вот. Крым всегда был винодельческим, причем со времен еще там древних поселений, там, и римлян, там, и кого там только не было, там, это, боже мой, там, это вообще не мы, да, это там тысячи лет назад все произошло. Ну, и сам климат, сама почва, и поэтому, когда это случилось, очень был большой фокус на возрождение именно там этого, и через это пошел большой, там такой, большой бум на российские вины. И инвестиции пошли, и там, в Крыму очень много проектов возникло, и в Краснодарском крае пошли. Ну, то есть, вот на этом таком каком-то хайпе, который вообще глобально про русское, понимаете, он вдруг пошел, все, все задвигалось. Вот. И сейчас, конечно, потребитель стал и более искушенным, и более сбалованным, и российские виноделы должны совершенно однозначно работать с качеством, постоянно, потому что потребитель все больше и больше сравнивает, разбирается, Эти вины сравнились, ну, опять же, мы, понятно, что обобщаем, да, но, тем не менее, сравнились со Старым Светом, с Европой, как вы считаете, или нет? Или отстают? Ну, отстают, конечно, но это естественный процесс, понимаете, ну, сколько занимается Европа виноделия? Ну, века. Сколько ошибок они сделали, сколько они выводов уже сделали за эти века. А мы занимаемся всего ничего. Ведь советское виноделие это было, ну, по сути, псевдовиноделие, понимаете? Как раз в Советском Союзе была полностью утеряна вся, ну, по сути, винодельческая наука настоящая. Потому что они делали выход центнеров с гектаров, как можно больше, а винные заводы, как они их называют, вообще были отдельные технологические площадки, которые ничего общего с выращиванием винограда не имели. И считали там этих колхозников вообще как бы там каким-то непонятно кем. Давайте, везите там ваше, мы сделаем из него вино. Понимаете, это вообще же полностью убогая, кривая и корявая система. Но вот сейчас она не такая. Но сколько времени надо, чтобы прошло? До сих пор не выкорчевали старые виноградники. Вина, которую можно было сравнить с какими-нибудь гранд винами Бургундии, пока в России нет. Я вас умоляю, конечно, нет. Это не умаляет русского вино, но просто... Ну, во-первых, извините, такого туруара у нас нет. Нам надо еще понять, где пинонуар сажать. Если вы сравните с Бургундией, нам нужно разобраться. Это тонкий вопрос. Сколько десятилетий? Сейчас быстро все двигается. Италия прошла путь лет за сорок. Ну, я думаю, что нам от сегодняшнего дня лет тридцать-пятьдесят точно надо. Понимаете, нужно наделать ошибок, нужно научиться понимать свою почву, свой климат. Вы должны понять, что виноделие... Вот давайте я вам приведу простой пример. Вот смотрите, вот я сижу в костюме, окей? Да. Вот предположим, этот костюм шьет портной. И шьет портной один костюм в неделю. Он шьет пятьдесят костюмов в год. Из разных тканей, на разных людей. То есть, у него есть пятьдесят экспериментов, где он оттачивает свое мастерство. Винодел делает вино один раз в год. В непонятных погодных условиях, которых он не знает, какие будут. Да? В непонятных условиях, там, болезней, там, винограда и так далее, и так далее. И он даже не может этот опыт порой переложить на следующий год. через год. Потому что климат, ну вот погода другая. Там было жарко, тут холодно. Потом дождь, потом град, потом ранняя весна, поздняя весна. И когда вот ты понимаешь, что у тебя команда винодела и вот вся агрономическая команда шьет один костюм в год из неизвестного материала на неизвестного клиента. Понимаете? Вот весь опыт. Один раз в год. Поэтому нужно очень большое количество лет для того, чтобы вы научились понимать свою землю, свою лозу, поняли, посадили вот те или не те виноградники, те подвое, привое, клоны. Там столько нюансов, так ли вы их обрабатываете, так ли вы их инифицируете. А что если так? А что если так? То есть, это, ну, это огромный нужен временной отрезок такой. И нужны люди, которые будут этим заниматься, передавать еще же. То есть, это еще надо как-то собрать этот опыт. Китайское вино или азиатское популярно в России сейчас? Пока, я думаю, нет. И там вы ими не торгуете? Китаем или Сингапуром? Ух, не, ну, Сингапур даже мы не пробовали, тропики там вина не должно быть. В Китае надо смотреть, но мы пробовали индийские вина, ужас, там, египетские, турецкие. Все не то. Ну, понимаете, скажем так, у нас есть очень неплохое российское вино. Все, что мы привозим, равно как и другие компании, которые привозят, должно быть лучше либо на уровне отечественного вина. Зачем привозить то, что хуже, чем то, что делается в стране? Если мы с вами сейчас сравним виноделие таких экзотических стран, там пока очень зачаточная стадия. И она, в основном, определяется абсолютно нижайшим уровнем самого рынка в этих странах. Если вы глянете на индузов, ну, они вообще практически не пьют вино. ну, вообще там рынок очень далеко от российского с точки зрения зрелости. Если глянете на китайцев, они производят очень много для себя, дешевого вина, для вот этого огромного населения, и там решают свои задачи. Да, там появляются потихоньку какие-то хозяйства, которые что-то начинают делать, но я не думаю, что сейчас будет интерес к этой продукции. Понимаете? Ну, то есть тут поворот на восток не случится? Да, я не думаю. У нас скорее поворот на восток происходит, ну, мы покупали там всегда много всего, сейчас он скорее происходит с точки зрения продажи туда, потому что мы всегда были развернуты больше на запад. Нам все время хотелось продать на запад, нам не хотелось продать на восток, так как... А российское вино продаете в Китае? А мы не занимаемся экспортно-россимором. Нет, не вы, я имею в виду коллеги. Уверен, что да, уверен, что да. Я думаю, что Абрау-Дюрсо продает, я думаю, что и другие продают. Это... Почему нет? Вы как вице-президент опоры России, в конце хочу спросить вас про... Поскольку средний бизнес же... Ну, малый и средний, да. Как сегодня вот ваши коллеги, ваши друзья, если говорить про средний бизнес, как они себя сегодня ощущают там в Москве 24-го года, вот спустя эти два с половиной года, вы видите, что кризис, отсутствие будущего, либо наоборот, вы видите, что люди адаптировались, люди из бизнеса, к ситуации уже как-то строят планы. Ну, в основном адаптировались, конечно. Как вы видите ситуацию? Ну, я не могу... паника и страх отсутствия будущего. Я не вижу... Ну, какое отсутствие будущего? Сейчас умоляю. О чем вы говорите? Не бывает в мире отсутствия будущего. Оно всегда есть. Какое оно? Это второй вопрос. Вот. А будущее есть всегда. Поэтому я не могу сказать за всех. Был шок, люди потеряли бизнесы, отдельные индустрии обрушились полностью, потому что зависели очень сильно от европейских каких-то там коннектов, комплектующих, там еще чего-то. Были люди, которые полностью зависели от сенситивных товаров, которые встали на эмбарго и компаний. Но, понимаете, русский человек, он, во-первых, глобально не отчаивается, он очень такой предприимчивый, он очень как бы быстро адаптируется. Вот. Наши коллеги очень быстро стали искать новые ниши, новых поставщиков. Понимаете, все это произошло, когда мир не был так безнадежно однополярен. я просто вспоминаю как бы свое такое вот детство, что ли, ну, американские, европейские, японские товары, ну, только они были с точки зрения качества, все остальное был трэш. Там, да, ну, как бы мы с вами китайские товары не воспринимали, индийские товары, ну, это там даже индустрии не было, потому что все производство еще было эффективно размещать в этих странах. И мы с вами покупали американские, оригинальные. Лучшее это западное. Ну, оно было лучше только потому, что... Для моего поколения. Да, конечно, но это было лучше только потому, что тогда производственные цепочки были там. Просто тогда все еще там было выгодно иметь завод. Окей. Потом завод стало выгодно куда-то утащить. И пошла вот эта история. Сегодня мы с вами видим мир, где, если честно, я могу поразиться качеству продукции, сделанной в стране, в которой ты думаешь, что это может быть такое. Вот. И даже у нас. Поэтому, понимаете, все настолько поменялось, что когда вам отрубают нечто с запада, уже сегодня нету ситуации, что замены нет. Уже сегодня очень много там разных вариантов. Но все-таки не в вашем бизнесе, как я это понял. Все-таки не в вашем бизнесе. Ну, какая замена? Ну, что, китайское вино потекло? Ну, наш бизнес климатически ориентирован, понимаете? Мы здесь ничего не можем с этим поделать. Я понимаю. Вот. И, ну, так мир устроен. Пока, пока в Африке не делают вино, даже если таруары там есть, пока не делают. Да у нас, слушайте, у нас в Дагестане не делают, в Адыгее не делают, не делают нормально в Ставрополе, и в Чечне не делают. А у нас есть территории, у нас полно земли, которая может стать вполне себе винодельческой землей. Просто почему, мы когда с вами заговорили, почему нужно 30-50 лет? Да потому что надо еще и новые территории освоить. Мы только-только начали заниматься. Я об этом постоянно говорю, что мы совершенно неправильно к своей земле относимся, с точки зрения винодельческого взгляда. Вино не растет везде, это не картошка. Для картошки везде не растет. Одни земли хороши для картошки, другие для капусты, третьи для персиков, абрикосов, клубники и так далее. Для винограда не подходит все, что хочешь. Очень много, я вижу, ошибок. Люди втыкают лозу, сажают там, где это делать не надо. Понимаете, они к этому еще придут, но они через 10 только поймут. А те территории, которые у нас не освоены, ими надо еще заниматься, заниматься, заниматься и заниматься. Поэтому, опять же, если мы не пытаемся как-то скатываться в какие-то дискуссии про будущее, я считаю, что это достаточно бессмысленные дискуссии. Потому что никто из нас не знает, что будет, и надо верить в лучшее в любом случае. Но если мы будем просто рассуждать о естественном ходе развития страны, вот я просто как бы считаю, что нужно об этом не забывать. У нас есть всегда какая-то власть, которая управляет в любой стране. Ну, какая-то. А есть как бы сама страна и люди, которые в ней живут. Если мы говорим о том, что нужно делать стране для того, чтобы ту иную индустрию развить, вот нам для виноделия надо хотя бы освоить все эти земли, которые нам дала природа. И поэтому... Ой, сколько надо времени еще. Ого-го. Спасибо, Максим. Да не за что. Спасибо вам. До новых встреч, Продолжение следует...